Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 4 минуты в Москве вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья, в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калина и наша уважаемая гостья. С радостью представляем. У нас в гостях сегодня за поделом истории российского зарубежья автор более 200 научных публикаций, кандидат исторических наук Марина Сорогина. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Добрый день, Роман, добрый день, Лиза, добрый день всем слушателям и зрителям. Даже не добрый день, для меня это доброе утро. Вот так. Потому что Марина очень много путешествует. Откуда вы прилетели, Марина, расскажите. И вот так все часовые пояса меняются. Ну вот, прям сразу вам рассказать, откуда я прилетела. Ну интересно же, может быть отпуск какой-то, может быть, рабочий отпуск. Да, давайте все-таки я объясню, что означает вот такое длинное представление, с которым выступила Лиза. Что такое Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Об этом будем говорить до сегодня. Я должна вам сказать, что лучшего времени, чем поговорить о русском зарубежье, и в том числе о Доме русского зарубежья имени Солженицына, который находится здесь, в Москве, совсем рядом, прямо у метро Таганская, кольцевая. Так вот, лучшего времени вы не могли и выбрать. По одной простой причине. В этом году исполняется 100 лет так называемой зарубежной России. То есть речь идет о том, что после Октябрьской революции 1917 года, когда большевики взяли, и как оказалось, а в тот момент это никто не понимал, надолго власть в свои руки, в нашей стране, которая тогда называлась Российской империей, Российской республикой, да, после февраля 1917 года, произошло то, что может называться самым страшным в истории любого человеческого общества, сообщества, страны, государства, гражданская война. Когда брат на брата, сестра на сестру, родители на детей и так далее. Причем по сугубо, казалось бы, идеологическим причинам. Это гражданская война, которая начиналась в конце 1917 года, и которая, как теперь историки считают, продлилась до 1922 года, закончилась, как известно, победой большевиков, и она закончилась еще и тем, что из страны вынуждены были бежать более миллиона оппонентов, противников, врагов, или просто даже нейтрально настроенных граждан и военных. Образовалась так называемая первая волна русской эмигрокации. Вот именно эта волна получила название зарубежной России. Она получила это название ровно потому, что беженцы из Российской империи, мы называем их русскими беженцами, да, но надо понимать, что речь идет не об этнической принадлежности, ибо российской... Люди с территории Российской империи. Люди с территории Российской империи. Русские в культурном смысле. Вот там, за границей, как обычно, они продемонстрировали совершеннейшие чудеса. В своей способности адаптироваться к новым условиям жизни. И хотя первые годы они считали, что они все-таки вернутся в Россию, но уже где-то к середине 20-х годов стало понятно, что не так быстро они вернутся в Россию. А в 37-м они себе большое спасибо сказали за... Ну, часть из них, да. Надо сказать, что информация о 37-м ведь очень дозированно поступала и в Европу, а тем более в Америку, где жили русские беженцы. Но чтобы закончить этот сюжет, скажу, что, собственно говоря, именно зарубежной России, параллельным большевистской России пространством, они стали... Они могли называться именно потому, что они создали и в Европе, и в Америке, а в дальнейшем и на других континентах, и в Латинской Америке, и в Австралии, целую систему эмигрантских институций. То есть организаций и образовательных, и научных, и культурных, которые поддерживали то, что сегодня называется русским миром или русской диаспорой. Филиалы Российской империи где-то. В какой-то степени, да, вы абсолютно правы. Да, они всегда считали, что... И это часть вот этого эмигрантского мифа, да, что они перенесли вот эту дореволюционную, добольшевистскую Россию, они перенесли в эмиграцию. И что именно они являются хранителями традиций истинной России. Тезис спорный. Друзья, хранители эфирных правил нам сообщают, что необходимо сделать небольшую паузу, после которой мы вернёмся. Оставайтесь с нами. Дамы и господа, мы сегодня разговариваем с Мариной Сорокиной, доктор исторических наук на телерадиоканале Страна ФМ. Кандидат, кандидат исторических наук, пока не доктор. А доктор, кстати. Всего-навсего. Когда будет доктор? Никогда. Даже так? Абсолютно. Принципиальная позиция. Хорошо, кандидат. Кандидат исторических наук, да. Мы продолжаем, говорим о Доме русского зарубежья имени Солженицына. У Марины даже, ну, пока не в руках, сейчас будет в руках книга. Это, как вы сказали, ружьё. Ну, не совсем ружьё, это скорее рояль в кустах, да? Рояль в кустах. А ружьё это из Чехова. Если оно висит на стене, то оно должно выстрелить. Выстрелить, да. И раз уж вы пригласили меня сегодня в передачу, за что я вам очень благодарна, то я, конечно, воспользуюсь тем, чтобы максимально рассказать о том, что такое Дом русского зарубежья. Тем более, как мы об этом говорили, да, тем более речь идёт о том, что начиная с этого года празднуется столетие зарубежной России. Но есть ещё одно, не побоюсь этого слова, эпохальное событие. Такой информационный повод. Совершенно верно, которое я хотела бы упомянуть. В декабре этого года рядом с Домом русского зарубежья будет открыт первый в России музей русского зарубежья. Вот представьте, коллеги, на секундочку, понадобилось сто лет, чтобы Россия отрефлексировала и осознала необходимость понимания того, что вот та зарубежная Россия – это часть великой, единой, неделимой, как некоторые политики, цитируя известного премьер-министра, любят говорить. В советское время, а я жила в советское время, и я должна вам признаться, я его очень люблю, я хорошо жила в это время, у меня никаких особых проблем не было. Так вот, в советское время об иммиграции говорилось, о русской иммиграции говорилось очень немного. Но говорилось очень дозированно. В основном информационным поводом был очередной побег. Нуриев бежал, Барышников бежал, еще кого-то выслали. Так еще как бежали? Довлатов уехал, да. Ну, про Довлатова тогда не говорили, он никому не был известен. Это сегодня Довлатов стал писателем первой пятерки, да, а в те времена никто об этом не знал. А вот Солженицын, который был выслан из России, он уже тогда был, ну, важнейшим информационным поводом, и все обсуждали его даже. Я не случайно упоминаю имя Александра Саевича, потому что музей русского зарубежья, первый, повторяю, в России музей русского зарубежья, будет открыт в этом году, 11 декабря. Я приглашаюсь с удовольствием вас. И всех ваших слушателей, зрителей к нам в музей. Я думаю, что вы увидите очень много интересного. Впервые для такого музея построили специальное четырехэтажное здание. То есть Россия в лице, в том числе и политической элиты, отдает свои нравственные, моральные долги тем людям, тем русским, в культурном смысле, людям, которые решали судьбу России в 20 веке. Экспонаты собирали по всем странам или из какой-то одной? Ну, вы знаете, здесь надо напомнить, что дом русского зарубежья вообще-то существует с 1995 года. Тогда он возник по инициативе генерального директора «Имки Пресс» знаменитого парижского издательства Никиты Алексеевича Струвы при содействии семьи Солженицыных, при содействии правительства Москвы и учредителями Дома русского зарубежья, который, повторяю, тогда назывался «Общедоступная библиотека фонд русское зарубежье». Его учредителями выступили правительство Москвы, русский общественный фонд Александра Солженицына и издательство «Имка Пресс». То есть инициатива создания такой площадки для информации, для переговоров, для знакомства, для собирания различных материалов, а самое главное, для встречи России зарубежной и России метропольной, скажем так. Вот для этого создавался этот дом в 1995 году. У нас небольшая рекламная пауза прямо сейчас, и мы продолжим, друзья, очень интересно. Оставайтесь с нами. Дамы и господа, Марина Сорокина, кандидат исторических наук, по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», и мы продолжаем разговор. Да, Дом русского зарубежья Александра Солженицына, чем живет сейчас? Вот какие новости есть? Да, как вы поняли, значит, Дом русского зарубежья уже существует больше 20 лет, да? Возраст вполне, так сказать, совершеннолетнего человека. И это означает, что за эти 20 лет накоплены, конечно, совершенно фантастические архивные, библиотечные и музейные материалы. Поэтому главная новость – это открытие 11 декабря в день столетия со дня рождения Александра Солженицына, чье имя сейчас носит Дом, музея русской эмиграции, музея русского зарубежья. Но до этих декабрьских событий, а, конечно, все наши помыслы сейчас сосредоточены, сфокусированы на создании экспозиции этого музея, так вот до этого открытия у нас еще будет очень много различных интересных событий. Об одном я не могу не сказать, потому что лично меня оно просто завораживает и стало в некоторой степени открытием. Хотя, в общем, я историк уже зарубежей не одного десятилетия. Не интригуйте, рассказывайте. А я вас еще раз хочу пригласить. И причем точно знаю, когда. 1 октября, это понедельник, мы будем открывать в Доме русского зарубежья совершенно фантастическую выставку под названием «Русский комикс Королевства Югославии». Ой. Интересно. Очень интересно. Я должна вам сказать, вот как я уже сказала, я и сама об этом не знала достаточно полно, до тех пор, пока не познакомилась с теми работами, которые появились в Сербии. Прежде всего, я должна упомянуть работы профессора Ирины Антоносиевича, которая фактически открыла совершенно новый мир русского комикса в Югославии. Оказалось, что в межвоенный период, то есть между Первой и Второй мировой войной, примерно с 1917 по 1945 год, из 12 крупнейших художников-комиксистов, тогда Королевства Югославии, Югославии, как мы знаем, из этих 12 ведущих художников, которые начали индустрию комикса в этой стране и которая достигла общеевропейского уровня, так вот 9 из этих 12 человек были русскими эмигрантами. Именно русские эмигранты, из той самой белой эмиграции, которая пришла в Сербию, тогда она называлась Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, именно эти, я бы сказала так, русские мальчики с хорошими фамилиями, Кузнецов, Шен-Шин, именно они, пройдя через ужасы, страдания, боль гражданской войны, они сохранили в себе такие душевные силы, они сохранили в себе такие потрясающие таланты и способности, которые были реализованы, как только наступило мирное время и им предоставилась возможность. Оказалось, что буквально все сербские комикс-журналы, а их издавалось множество, вот в этот межвоенный период, они были наполнены не просто комиксами, которые в Советском Союзе, тогда этого комикса как такового не было, это сейчас появился интерес к этой тематике, а вот наши русские художники-эмигранты, они не просто сделали югославский комикс, а значительную часть этого комикса представляли переработки, так называемые графические романы русской классической литературы. То есть первого, Анна Каренина, «Война и мир». Комиксы? Да, да, да. То, о чем мы только мечтаем, на самом деле нашими соотечественниками было уже реализовано почти 70 лет назад. Как ваши коллеги-историки отнеслись к такой форме? Комиксов такие серьезные уж. Вы знаете, они относятся по-разному. Ну понятно, субъективно. Как видите, я ведь тоже историк, между прочим, я отношусь с восторгом. Потому что это не просто, это же не комикс, это не иллюстрация, да? Комикс — это именно графический роман, это переработка, это новая интерпретация старых текстов. Но новая форма. Ну, конечно, я вам скажу больше. Представьте себе, в Советской России только выходит старик Хаттабыч, только выходит «12 стульев», и уже через год в Белграде наши русские художники делают многостраничные, многосерийные графические романы, комиксы по этой литературе. Вот как должно, извините за назидательность, распространяться влияние русской культуры, русской традиции, русского слова. Это такие были тренды в то время, насколько я понимаю. И они их уловили, молодцы. Конечно, я с удовольствием вас приглашаю на эту выставку. Потому что впервые, да, это будет открытие, и мы впервые покажем оригиналы этих комиксов здесь, в России. То есть русский комикс возвращается в Россию. Друзья, накануне мы вам еще напомним про 1 октября. А пока у нас небольшая пауза рекламная, вынуждены такие тренды у нас сейчас, такие веньи, а затем продолжим, оставайтесь с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак, друзья, мы продолжаем. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. И у нас в гостях сегодня Марина Сорокина, кандидат исторических наук, автор более 200 научных публикаций. Мы говорим о Доме русского зарубежья имени Солженицына. Давайте покажем нашим зрителям книгу, которую вы, Марина, принесли. Ну да, конечно, «Рояль в кустах». Давайте покажем. «Рояль в кустах должен быть обнаружен». Ежегодник 2017. Да. Наверное, наши слушатели и зрители поняли из нашей беседы, что одно из главных направлений деятельности Дома русского зарубежья — это, конечно, выставочная деятельность, потому что мы хотим показывать всё то, что мы собираем, накапливаем. Но не менее важное направление нашей деятельности — это, конечно, научная работа, научно-исследовательская работа, изучение истории русского зарубежья. И вот ту книгу, которую вам сейчас, дорогие слушатели и зрители, показали «Ежегодник Дома русского зарубежья», вот такой том мы выпускаем каждый год. К моему, с одной стороны, великому сожалению, с другой стороны, великой радости, потому что я являюсь ответственным секретарём этого издания. Это единственное издание в России, которое полностью посвящено истории русского зарубежья всех волн и которое каждый год издаётся в нашей стране. Вы дополняете его каждый год, получается, да? Ну, конечно, мы каждый год. Это плод трудов нашего научного центра. «Дом русского зарубежья» сегодня — это научный центр, выставочные залы, издательство «Русский путь» и даже своя киностудия «Русский путь», которая каждый год в ноябре проводит фестиваль фильмов, посвящённых русскому зарубежью. Это документальное кино? Это может быть и художественное, и документальное, это совершенно не важно. Важно, чтобы это было талантливо, и важно, чтобы тематика касалась, конечно, судеб и истории наших соотечественников. Марин, можно ли приобрести эту книгу? И где, если можно? Приобрести её нельзя, на самом деле, потому что она издаётся на бюджетные деньги, и мы не имеем права её продавать. А в электронной версии? А вот в электронной версии вы, безусловно, можете её скачать совершенно свободно на сайте Дома русского зарубежья и на сайте издательства «Русский путь». Никаких проблем, мы будем только рады. Смотрите, как людям, которые заинтересовались, кому вообще всё это близко, отслеживать мероприятия? Вот вы говорите, есть кинофестивали. Вот где искать информацию? Вы знаете, искать её очень легко, потому что публичность – это как бы главный критерий деятельности нашего дома. Я уже говорила, что даже первое его название включало вот это самое словечко «Общедоступно». То есть каждый человек, гражданин любого государства, человек из любого города нашей страны может совершенно свободно каждый день прийти в Дом русского зарубежья, который находится по адресу улицы Нижняя Радищевская, дом 2, это одна минута от метро Таганской кольцевой, прямо рядом с знаменитым театром на Таганке, может прийти и поработать в библиотеке, поработать с архивами, посмотреть выставки. И, конечно, на сайте Дома русского зарубежья по адресу очень простому дом.рз. Вы найдете всю информацию о текущих выставках, о текущих конференциях, о тех бесконечных встречах с нашими соотечественниками, которые проходят постоянно в нашем доме. Это интересно. Марин, а если люди, которые, например, учатся в исторических институтах, могут ли как-то поучаствовать? Какая-то практика, может быть, у вас есть? Или вы, может быть, трудоустраиваете, есть какие-то вакансии у вас? Трудоустроиться к нам не так легко. Для этого кое-что надо знать. А вот волонтерами к нам очень часто приходят и наши студенты, аспиранты из российских вузов. И более того, приезжает немало аспирантов из зарубежных. Конечно, конечно. Потому что Россия, в отличие от того, как стереотипно принято у нас считать, Россия, в принципе, очень интересует весь мир. Не только американский, но и, скажем, юго-восточный, европейский. Если мы возьмем Балканы, то позиции России там как бы традиционно достаточно сильны и важны. Там немало аспирантов, которые приезжают и с удовольствием занимаются с коллекциями архивными, библиотечными, музейными Дома русского зарубежья. А кто хочет поволонтерить, ну что, можете ко мне обращаться, пожалуйста. У меня есть примеры волонтеров из высшей школы экономики. Мы отлично с ними сотрудничаем. И вопрос от будущих волонтеров. Как вас найти? Ой, ну меня найти очень легко. Рассказывайте. Да, я потому здесь вот и нахожусь, что если вы наберете в интернете Сорокина Марина Юрьевна, то в первой строке вы всегда встретите меня. Ну и кроме всего прочего, если говорить серьезно, конечно, на сайте Дома русского зарубежья у каждого сотрудника есть его страница. На этой странице указан его электронный адрес. Ну, а я еще в силу, так сказать, наверное, южного темперамента, крымского темперамента, потому что я родилась-то в Крыму, в Артеке, не просто так, да. Вот. Я могу вам гарантировать, что я отвечаю на все письма, звонки по Виберу, по Ватсапу, по электронной почте, на мой собственный сайт. Это у меня есть такой личный сайт, куда я всех приглашаю, он очень интересный. Некрополистика русского зарубежья. Ух ты. Да, приглашаю всех, звоните, пишите, мы сотрудничаем со всеми, кто в нас нуждается. Марин, сейчас, пока вам уже начали писать, мы сделаем небольшую паузу, после которой продолжим... Я чувствую по смартфону, который вибрирует у меня на медре. Это слабо, все. Конечно. Друзья, Марина Сорокина по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня счастливы говорить об истории и делаем это с большим удовольствием еще несколько минут. Да, вопрос. Вопрос у меня такой. Значит, много людей в разные годы уезжали в разные страны из Российской империи, потом из Советского Союза. Где, в каких странах они больше всего преуспели? Какие страны больше всего подняли? Вы знаете, я должна сказать, что если совсем обобщенно выразить то, что сделали наши иммигранты, то для меня это прежде всего не история страданий и потерь, а история успеха. Вот, например, на мой сайт некрополистический приходит 130 стран. Это не потому, что сайт очень хороший, а это потому, что наши соотечественники как минимум сегодня живут в 130 странах. И их интересуют собственные корни, русская культура, идентичность и так далее. Все то, о чем сегодня во всем мире люди постоянно говорят. Мир значительно более гуманен, чем это нам кажется иногда отсюда, когда мы ощущаем себя в какой-то такой чуть ли не высажденной стране. И во многом он гуманен именно потому, что наши соотечественники есть везде. От Австралии, Латинской Америки до Европы. Вот последние годы я активно занимаюсь как раз историей русской эмиграции в Латинской Америке, и я никогда не могла себе представить, что там, на этом континенте, в Бразилии, стоит памятник русской женщине-эмигрантке, психологу Елене Антиповой, которая стала основателем еще в 30-е годы фонда по развитию детей с особенностями развития, по развитию одаренных детей. И этот фонд, который так и называется, фонд Антиповой, существует по сегодняшний день. Он абсолютно известен в мире, он очень хорошо, естественно, известен в Бразилии, и Антиповой это русская психологическая династия в Бразилии. И когда я приезжаю в Бразилию, то, конечно, это страна, которую мы так хорошо знаем по Ильфу и Петрову, и даже чуть-чуть себя чувствуем, да, и даже чуть-чуть себя чувствуем вот этим Остапом, которому удалось таки пересечь этот... Конечно, пересечь этот океан. Но эту страну вот мне открывали, так же, между прочим, как и соседнюю Аргентину, русские мигранты, которые на протяжении всего 20-го столетия там живут, которые сохранили свою культурную русскую идентичность, но которые при этом являются абсолютно добропорядочными, энергичными и успешными гражданами своих стран. И вот это культурное влияние, которое, вообще говоря, распространяется русскими людьми по всему миру, это вот та самая основа, на которой мы можем объединяться. Плюс, конечно, общая историческая память. Вот почему я призываю всех наших слушателей и зрителей изучать историю. Это будет интересно вам и с точки зрения того, как ваш род, ваша семья, жили на протяжении последних столетий. И это одновременно будет вас объединять со всем русским миром на всех континентах. Вот изучать историю это хороший вопрос, вы нам потом поведаете как правильно, потому что, да, источники тоже разные, взгляды разные. Возможно, школьники вот сейчас на каникулах хотели бы что-нибудь почитать по истории и вот кто, если не вы, что-то посоветуете? Может быть, какая-то научно-научно-популярная книга по истории? Ну, вы знаете, я могу, я должна признаться, что я плохо знаю, конечно, современную научно-популярную детскую литературу, но со времен своего детства я помню одну книгу, которая, собственно говоря, и определила мой выбор. Это знаменитая книга Керама. Боги, гробницы, ученые. История открытий, дешифровки, письменности Мая, история открытия гробницы, тут он Хамона, история открытия, Шлиманом Тро и так далее. Все это в знаменитой книжке, которая вышла еще в 50-е, по-моему, в конце 50-х годов, но она многократно на русском языке переиздавалась, и мне кажется, что она способна вдохновить любого ребенка. Время для открытий есть всегда. Боги, гробницы, ученые. Боги, гробницы, ученые. Ой, спасибо. А в какой стране вы еще не были, Марина, в которую хотелось бы вам поехать? Вот, я, например, сколько угодно, конечно. Я вот в Австралии никогда не была. Да и в Китае никогда не была. Но нужно понимать, что вы едете не как турист. Нет, абсолютно точно. Вы едете с исследовательской миссией. Конечно. Вот какой у вас там режим? Мне вот очень интересно. Историк приезжает в новую страну. Вот какой у него путь действий? Там план из мест, которые надо посетить, или как? Ну, конечно, любая экспедиция, неважно, Амундсена к полюсу, или наши экспедиции Дома русского зарубежья, они начинаются с подготовки. И когда мы приезжаем в какую-то страну, мы точно знаем, с кем мы будем встречаться, что мы будем получать, в каких архивах работать и так далее. То есть вся подготовительная работа, она происходит здесь, в Москве, в архивах. И она тоже важна. Нет, без нее просто невозможно. Конечно, вы же не прилетаете в любую страну, не выходите из аэропорта и думаете, куда бы мне пойти. Наоборот, каждая секунда вашего времени, она абсолютно рассчитана. Более того, я скажу, что, к счастью для нас, нам удается не просто проводить какие-то свои исследовательские проекты, но нам удается время от времени и соединять, и объединять русских людей из бывших эмигрантских семей, которые живут в той или иной стране. Ну, например, в прошлом году я была в Аргентине, и впервые собралась больше 40 человек, семья Гавриловых-Пилкиных, которые эмигрировали после 21-го года из России. А, между прочим, если вы посмотрите на карту России, вы увидите, что именами Пилкиных названы различные мысы, заливы. Это крупнейшая русская военно-морская династия дореволюционной России. Гавриловые это крупнейшие инженеры в области военно-морского транспорта, военно-морских вооружений. И, конечно, они на протяжении всего 20-го века очень активно работали в Аргентине, но не могли встретиться. И вот благодаря тому, что мы их нашли, воссоединили, в прошлом году в Аргентине состоялось две встречи. Одна встреча в Буэнос-Айресе, 42 человека потомков рода впервые встретились, да, благодаря, ну, вот, нашим усилиям. А что чаще всего вот людей, которые живут за границей, спрашивают, что их интересует, когда вы приезжаете, Марина, вот, и что чаще всего спрашивают? Что их интересует? Вы знаете, это зависит от того, с кем вы говорите. Вот если я вот сейчас упомянула об аргентинских Гавриловах, да, вы видите, я, среди моих героев люди с такими простыми русскими именами, с такими судьбами интересными. Гавриловы, Антиповы, их, они воспитаны своими родителями, для которых Россия, это вообще говоря, некий такой град Китиш, да, поэтому для них, для них Россия это абсолютный идеал, это их мечта. И они, конечно, в первую очередь спрашивают, а как нам побывать в России? Вот почему мы нередко на наши научные конференции приглашаем не только учёных, не только исследователей, но ещё и представителей различных русских фамилий, русских иммигрантов, которые, конечно, активно участвуют вот в обсуждении всех этих проблем. Они, конечно, спрашивают, а какая сейчас Россия? Ну, они, правда, считают, что Россия такая, вот примерно, как я выгляжу, да, улыбающаяся, весёлая, энергичная, динамичная, да, и я стараюсь их не разочаровать. Спасибо, спасибо. Продолжайте представлять нашу страну на просторах всего мира и продолжайте дарить вот эту вот энергию. И делитесь опытом, что главное, да, потому что об этом хочется узнавать. Приглашаю всех в Дом русского зарубежья. Приглашаю всех. Можно прийти и вас там встретят. Да, ну почти. Приглашаю волонтёров, ради бога, я лично и Дом русского зарубежья, мы открыты к сотрудничеству со всеми. И будем только очень рады всех видеть, конечно. Спасибо вам огромное, безумно интересно. Марина, приглашаем вас ещё в гости. Спасибо. Вот прям с эфира на эфир. Приглашаем в прямом эфире. Марина Сорокина была у нас в гостях за отделом истории российского зарубежья, кандидат исторических наук. До встречи. До встречи. Спасибо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин,